добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередная кухня инфодайвинга и мы расскажем все что произошло за эту неделю и наверное люди ожидают что мы начнем с детей мы с них и начнем и на этой неделе вот у нас прислала мама изабель ларета прислала как изабель развивается как она читает книги как она складывает все на самом деле я смотрю изабель абсолютно нормальный здоровый ребенок и мама написала недавно пересмотрела еще один фильм про самого авицену удивило меня то что он писал свои книги когда сидел даже на коне не так важно где ты в каком окружении льется изнутри жажда познания на внутри если ему что-то было неясно он объяснялся он внутрь себя смотрел до тех пор пока не раскрывалась осознание и на самом деле очень важный момент когда мама такие вещи пишет мама это осознает все знания внутри нас и когда ребенок развивается он сам все делает еще на этой неделе у нас на самом деле на этой неделе было очень много обратной связи мамам в личку когда задаются вопросы и мне понравилась одна мама которая я сейчас не вспомню юля юля мама вспомнила у нее был момент такой когда мама вот ребенок развивается развивается но чуть-чуть еще не то здесь чего-то не докушивает ребенок здесь еще еще и мы с мамой подняли целый пласт жадности в проработку хотя по жизни мама достаточно щедрый человек и скажи что мама жадная нет а вот когда касалась ребенка вот в этих мелочах и ребенок четко подчеркивал а там был огромный пласт внутри мамы сейчас он проработки то есть вот эти вот моменты когда достаешь и удачно достаешь подсвечиваешь то тут же наступают изменения и дети быстрее выходят из своих болезненных состояний на этой неделе у нас перестала мастурбировать катя а это о чем это о том что родителей секс вернулся все хорошо и тогда родители расслаблен расслабились родители и катя расслабилась да но кати кроме этого пошли достижения в развитии тоже там мамы были вопросы на самом деле это все рабочий процесс и поэтому вот этот рабочий процесс с аутизмом и просто есть он есть каждый день есть каждый вечер он есть постоянно да мы просто в этом живем и дети просто идут и даже какие-то не живем в аутизме мы же мы в процессе вывода до выхода мы выводим кстати вам поводу счастья я сегодня была в магазине я успела утром побыть в магазине и мне очень понравилось когда вот мне рассчитываться на кассе и там кассир девушка такая приятная сидит и подходит к ней подруга и она у нее спрашивает ну как дела вот и подруга начинает жаловаться на жизнь а это сидит кассир говорит да там где я там и счастье поворачиваться ко мне говорит правда правда там где мы там и счастье и на самом деле мне было очень приятно что это кассиры огромного гипермаркета которые тоже тоже уже ориентируется на счастье беларусь поднимается на самом деле это круто еще на этой неделе что было на этой неделе мы закончили книгу инфо дайвинг из глубины глубина уже пойдет в коррекцию но еще один раз мы ее будем вычитывать да где-то что-то корректировать где-то что-то свои правки вносить потом она пойдет корректор но в принципе в книге поставлена огромная точка до глубина закончена есть . прихода к осознаванию бога и вы знаете когда вот так говоришь у человека даже нет понимания о чем идет речь лишь курсанты нашего последнего курса дети из глубины у них будет вот этот момент когда там тоже было был на курс приходит какой-то точка прихода вот этой к себе да к осознаванию семьи семья осознаванию детей осознаванию перетекание сознания и осознавание вот этой точке бог которая является точкой мы и которая которые дальше говорить не имеет смысла сюда каждый приходит сюда не приходит толпами сюда приходят поодиночке и когда ты это осознаешь то у тебя полностью меняется мировосприятие у тебя полностью меняются взгляды на жизнь и это совсем другая точка да вот на этой точке заканчивается книга глубина и вот когда мы закончили книгу как раз после этой цапала и окончании книги и курсы это все было и прожито и прочувствована и написано да все одновременно и это все у нас с ириной было даже зависание какое-то такое знаете когда вы забрались на вершину на эверест и а дальше что вот этот кайф эйфорийный он прошел а дальше что и дальше даже вот этот момент отследили в себе а дальше страха что дальше а дальше ничего нету дальше жизнь закончена и потом вдруг осознание новой шахматной партии новой игры а ведь игра только начинается и в этом есть свой кайф и вот вот это все были при переживания и опыт и трансперсональный опыт этой недели глубочайший опыт и сегодня мы можем уже слова положить какие-то вещи связанные с осознаванием бога в себе это о чем хотя бы это о чем потому что на самом деле до сих пор не было даже представление о чем это может быть у человека да какие глубины психика должна поднять выдать и так далее и пришло очень стройное ясное понимание что вот этот вот путь в эту точку в эту точку я которая есть мы которая есть бог в эту точку единую для всех каждый приходит сам каждый приходит своей дорогой и идет он в нее все жизни то есть это не одна жизнь не 2 не 10 не 1000 это путь это путь это путь это постоянный путь все что касается игры вот в этой симуляции это это есть этот путь и когда я говорю вот в этой симуляции это симуляции есть вы есть мы а вот и вот эти все вещи на них заканчивается глубина а дальше мы будем давать следующую книгу описать ее она будет называться парадоксальное восприятие то есть она будет писаться из другого восприятия она будет писаться из восприятия когда вы уже эту точку осознаете не просто понимаете не просто представляете не просто ожидаете не просто у вас есть внутри глубинное знание ответы на все вопросы вам не надо бегать и спрашивать на улице о мне вон тот авторитет что-нибудь расскажет а мне вот тот раз ученый что-нибудь расскажет а мне вон тот мастер гуру и еще там где-то на горе великий медитирующий мне что-нибудь подскажет нет это уже нет наступила полная тишина успокоение кстати мир это тут же отразил у нас было три дня полной тишины мы могли насладиться уединением семьями и вот с этого момента начинается следующая глава инфодаймга и это на самом деле самая самая крутая часть книга инфодайм глубина закончена сейчас она будет дописываться не дописываться корректироваться вычитываться ошибки где-то исправляться и потом дальше она пойдет уже по типографской линии ну и коль мы заговорили о типографских наших новостях то на этой неделе мы согласовали выпуск книги инфодайм знания то есть издательство с нами производит уже расчет по предыдущим заказам и инфодайм знания уже идет в оплату и выпуск так так что она появится совсем скоро не дождавшись глубины не дождавшись книги александра зайцева по чату мам поэтому она пойдет отдельно и будет уже выпущена совсем скоро это тоже уже проговорено говорено на этой неделе а еще на этой неделе у нас был великолепный стрим стрим про инопланетный разум и наверное вы многие его смогли посмотреть оценить и прочувствовать это все на себе потому что стрим мы даже сами я потом переслушивала и думала блин это я такой говорил опять сумасшедшую несло но мое сумасшествие но самое рассудное самое трезвое самое научное которое можно представить и ирине на то же самое согласно конечно мы говорили это все из глубин из глубин знаний которые находятся в человеке и из глубин разума из глубин здравомыслия это все что касалось инопланетного разума сегодня кстати очень много откликов получили и очень много писем на эту тему просто мы понимаем что подорвали аудиторию вот этим стримом но а сегодня мы будем делать продолжение разу сегодня у нас стрим называется прожигание реальности или инопланетяне прилетели то есть мы будем рассматривать опять будет смена восприятий это одновременно не просто стримной тренировка вы будете смотреть на свою жизнь со стороны просто управляя восприятием своим смотреть на те вещи которые вы творите и зачем вы их творите до с точки зрения инопланетного разума да и того разума который вообще если он в человеке и более того мы будем смотреть еще на все это через призму эмоций потому что когда мы говорим об эмоциях мы забываем мы говорим о выделительной системе мы говорим о развитии игры так далее ключевое развитие игр то есть мы каким-то образом прожигаем реальность эмоции мы очень быстро включаем реальность и включаем абсолютно неосознанно вопрос как этими процессами управлять вот об этом всем осознанно вот об этом все мы сегодня начнем говорить на стриме а потом мы продолжим на погружении на погружении уже будет тренировка там будет погружение сознание эмоции и вот эти моменты когда человек учится управлять своими психоэмоциональными состояниями так вот в слове психоэмоциональные есть слова психо а есть эмоциональные да так вот все что касается психо мы здесь поговорим и о состояниях сознания и о состояниях физического тела и вообще об управлении тем фоном который есть человеке там ведь есть еще и реакции инстинкты там есть автоматические включения там есть момент отключения разума там есть момент отключения чувств и назад включение постепенного или резкого и так далее то есть это на самом деле целый процесс который происходит в человеке который человек вообще не замечает не осознает когда он рявкает гавкает когда он играет в чужие игры когда он включается вообще человек включается в обы что иногда да и вот смотришь на это включается через что через эмоцию то есть эмоция как момент когда ты сам создаешь своей жизни дерьмо но и не только дерьмо но иногда и хорошие вещи но и это момент когда ты подключаешься к коллективному разуму до коллективной игре вообще не осознавая этой игры вот пример сегодня приведу это сегодня утром мне прислали письмо на самом деле но меня как-то сперва озадачила человек пишет наташа тысячи людей около года следят за борьбой волонтера лиза из москвы за жизнь немецкого вчера байкала он из осетий и общем собака уже в коме помирает помереть ей спокойно не дают и тысячи людей следят помрет байкал или не помрет у меня честно говоря был шок ребята вашу другой игры нету ну вот как можно тысячам людей играть в игру помрет байкал или не помрет дайте вы собаки спокойно уйти зачем вы мучаете животное но я понимаю даже нас вот в этих вопросах люди не поймут на вот хотя не все наверное есть уже те кто понимает на самом деле да можно нас обвинить жесткости да а на самом деле вот здесь уже жесткость как раз таки удержание удержание насилие над сознанием собаки зачем и тысячи людей людей которые могли бы заниматься бизнесом заниматься творчеством заниматься чем-то заниматься проявляться они играют в игру собака умирает это развитие ля деградации это очень жестко на самом деле это очень жестко на самом деле да и вот Вот эта деградация, она во многих играх достигла своего пика. Когда мы говорим о деградации социума, конечно, можно сказать, ну так тысячу лет назад не было айфонов. Но тогда эти вещи могли быть заменены другими способностями человека. Но тысячу лет назад, посмотрите, архитектура какая была, которая досталась. Которую сейчас повторить не могут. Просто повторить не могут. Тончайшие. Тончайшие вещи, которые были, тончайшая работа, тончайшее творчество. Посмотрите на творчество сейчас. Такое чувство, что был период где-то, ну не знаю, может быть полторы, то есть где-то может лет 500 назад, а может даже лет 300 назад. Вот просто такое чувство, отключение сознания. Вот просто отключение сознания у человечества. Внезапно все, что человек наработал, все свои таланты, все, что он смог развить в себе, да, прийти к чему. Вот просто как внезапно было слизано так и выключено. И начало заново. Вот просто так. А дальше пошла деградация. И вот то, что смотришь сейчас, и вот эти игры коллективные, которые идут. Мы сегодня на стриме будем это все говорить. Мы просто сменим восприятие. Когда мы говорим сейчас из обычного восприятия, это слышится, ай, как осуждение. Нет, здесь нет осуждения. Здесь есть здравый подход, здравый взгляд на нашу жизнь. И мы сегодня на стриме эти вещи покажем под другим углом восприятия, когда вы просто сами будете видеть, и зачем вам что-то объяснять, когда вы это видите, чувствуете и так далее. Как было это неделю назад на предыдущем стриме. Но опять-таки, если готовы будете услышать. Если вы готовы услышать, да. Если вы готовы эту информацию воспринять. Потому что это всего лишь управление восприятием, господа. Мы не даем ничего сумасшедшего. Мы даем ваши психические возможности управлять своим восприятием. Вы можете смотреть на одну и ту же проблему с разных точек. И если вы можете смотреть с разных, то тогда уже депрессия вам точно не грозит. Когда вы видите мир из депрессии, поменяйте восприятие и посмотрите на мир из счастья. Потому что там, где вы, там и солнце. Там, где вы, там и счастье. Вот этому мы учим. И сегодня будут тренировочные процессы. Вы будете смотреть на все с позиции все-таки создателя своих собственных игр, а не с позиции «я бегу туда же, куда бегут все остальные слоны». Поэтому, кому интересна сегодняшняя тема, доступ к видео предыдущему нашему инопланетному пока открыт. Вы помните, наши видео закрываются после того, как стрим прошел и уже идет следующий. Обычно мы закрываем. Тут мы пока, так как стримы связаны, мы пока не закрывали доступ. А потом доступ останется либо с нашего телеграм-канала «Инфодайвинг-ньюс», либо с нашего сайта «pup.by». Там раздел есть «Live». И вот в разделе «Live» наши стримы все есть. Там уже доступ по ссылке. Вы оттуда переходите и можете смотреть тоже их. Все остальные, то есть открытый доступ с YouTube будет закрыт. Поэтому, в принципе, если вам это интересно, вы можете подключаться. И еще у нас одна новость. Мы начали активно работать в нашем инстаграм-канале. И вот сегодня там пойдет еще одна серия роликов. Эти ролики будут идти на тему и отношений, и бизнеса, и вот всего того, что мы встречаем в социуме, когда мы видим, когда людям навешивается лапша на уши, да, как по нашим ощущениям. Лапша, может быть, с точки зрения человека – это самое ценное знание. Мы просто поменяем точку зрения. Это точно так же, как одного человека мы можем видеть мы одного, а другой человек, этого же человека, видеть совершенно противоположно. Мы поиграем с восприятиями. И на самые популярные такие моменты, самые популярные ролики, мнения, авторитетные мнения, такие иногда жесткие концепции. Мы с другой стороны. Мы посмотрим на это с другой стороны. И я думаю, интересно будет поиграться с этим. Во всяком случае, вот эта игра с хламидией – это вообще крутейшая из игр. Но это все чуть позже. И это все будет в инстаграме, господа, потому что это интересная вещь. Ну, наверное, все наши новости за эту неделю. В принципе, их не так мало и не так много. Ну да. При этом в инстаграм у нас чаще, больше и точечнее. Потому что инстаграм – удобный формат. Понимаете, вот ютуб сейчас не дает такого удобного формата, как инстаграм, когда ты вот сел, поржал телефон и выложил, да, и это заняло у тебя 5 минут. И поэтому в инстаграме канал, если вы наберете решеточкой инфодайинг, вы попадаете к нам на канал. И вы можете подключиться, смотреть наше видео. Конечно, канал, там канал идет Наталья Зайцева и есть Ирина Остапук. Так вот, больше идет на Натальи Зайцевой. Он сперва был личный, а сейчас он пошел уже больше там ролики. Да, общий такой. Ну, потому что удобно, потому что телефон, потому что все не стоит, все развивается. Ну, и кроме того, у нас продолжает двигаться в развитии телеграм-канал наш. На нем тоже остаются все те важные события, которые необходимы, если вам надо будет что-то быстро отыскать и так далее, то это все через наш телеграм-канал. Ну, вот, наверное, и все. Дорогу осиливает идущий. Важно, чтобы человек шел. Шел к себе самому. И ему было интересно идти. Интересно идти – это интересно жить. Конечно, да. Чтобы был свой собственный интерес. Понимаете, пока есть личность, есть личный интерес. Как только личность размывается, и не важно, чем она размывается, шинелью, маской. Кстати, в воду масок у нас в стране отменили маски. Нет. У нас же в магазин можно ходить без масок. И это супер, на самом деле. Белая Русь. Белая Русь. И это круто. Так вот, неважно, чем размывается личность. Размывается она серой шинелью, или размывается она маской, или размывается она еще чем-то. Личность перестает существовать. Как только перестает существовать личность, перестает существовать личный интерес. Как только личного интереса нет, пропадает личная жизнь. Зачем жить? Тогда ты становишься толпой Управляемой, живущей Вынесшей ответственной за свою жизнь Хрен знает куда Болтающейся Серая масса Гнилая Каждый человек определяет сам Он все-таки это масса Или он все-таки личность И это выбор Это выбор, который мы, например, уважаем Есть люди, которые говорят Я хочу быть в толпе Будь Кстати, сейчас пришел парадокс Парадоксов вообще просто Маски Обезличивание Обезличивание маски Слушайтесь Илон Маск О чем Роботы Роматизирование человека Обезличивание Обезличивание людей Обезличивание Но это начало игры Это не конец С этого все только Самое интересное начинается До встречи, друзья До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова